Всем привет, меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Сегодня я хочу с вами поделиться несколькими способами и техниками в общении, которые помогут определить, правду говорит человек или нет. Времени нет, поэтому мы начинаем. Для начала, когда речь заходит об определении лжи, необходимо учитывать базовую линию поведения человека и контекст, в котором происходит беседа. Подробнее о формуле определения базовой линии и последующей диагностики можно посмотреть в одном из предыдущих выпусков. Ссылку я добавлю в описании. А теперь перейдем непосредственно к самим техникам. Один из способов обнаружения лжи, которым хочу поделиться сегодня, основан на когнитивных картах сознания человека. Когнитивная карта – это образ знакомого пространственного окружения. Когнитивные карты создаются и видоизменяются в результате активного взаимодействия с субъекта с окружающим миром. Иначе говоря, если человек в действительности проживал ту или иную ситуацию, то у него в голове есть подробный образ, когда он погружается в эти воспоминания. Визуальные образы, детали, особенности окружения, объекты, субъекты и так далее. Это Олимпийский! Я 4 года назад, 8, проезжала Москву, видела Олимпийский там с этого поезда, понимаешь, на Станкинскую башню и думала, господи, когда-нибудь я буду здесь жить. Подробный образ может быть и у человека, который заранее создал легенду и уже верит в свою ложь. Поэтому следующий способ подойдет больше для случая, когда ложь не подготовлена. Если человек рассказывает о каком-то событии, как вам кажется, выдумывает на ходу, он рассказывает о событиях в определенной последовательности. Мы пошли в Дикси, купили чебупелей, пришли и сварили эти чебупели, написали в Твиттер. Мне п***, что вы будете думать, когда выйдет батл и п*** вас в рот. Потом посидели еще пару часиков, послушали песни группы ежемесячные. Я лег спать, и сон мой был прекрасен. Историю наоборот. Либо начать с того, что было в середине, и перейти к началу. При этом уточните, чтобы он соблюдал такой же порядок, как рассказывал историю изначально. Только наоборот. Отметьте, искажает ли он какие-то факты, меняет ли детали рассказа. Чем больше противоречия отметите, тем больше вероятность того, что история выдумана, либо неправдоподобна. Используя когнитивные карты, мы также можем строить свои вопросы и общение таким образом, чтобы просить человека заострять внимание не на общих пунктах его рассказа, о чем он сам говорит, а на деталях, которые сможет вспомнить человек, наяву проживавший эту ситуацию. Если надо, он брал камеру, оператору говорил, отойди, что ты сидишь на коленке тут, отойди. Брал камеру, вот так блевотину, разгребал и ложился. И снимал снизу, вот тут же наблеванно, да какая разница, зато красиво. Я помню другие моменты, поскольку было очень холодно, мы снимались в колготках женских. Очень холодно было, поэтому под всем камуфляжем были колготки. И тут же я прыгнул в машину и ехал на корпоратив. Например, девушка рассказывает, что на выходных была на даче с подругами, а у вас есть подозрение, что она находилась в это время в абсолютно другом месте. Попросите ее описать дом, в котором она находилась, была ли музыка, если да, то какая. Какая была погода, что было вокруг дома, как выглядела беседка, были ли фонари озера, как выглядели подружки, во что были одеты, сколько было комнат, как выглядела кровать, в которой она спала и тому подобное. Наблюдайте за реакциями при ответе на эти вопросы, за изменениями в поведении, сравнивайте с ее привычным состоянием. И вообще, она запоминает подобные детали в реальной жизни или у нее априори с этим трудности? Создавайте вопросы на выявление базовой линии, чтобы сравнить, присущий ей такой метод описания и соответствует ли ее реакция привычным. И делайте на основе этого выводы. Если при ответе она будет уходить от вопросов, начинать философствовать, ничего не помните, будут возникать трудности с описанием деталей, вы заметите изменение эмоционального состояния, контроль эмоций, создание впечатлений убедительности и нарочито оправдательной позиции, то стоит задуматься, правдива эта история или нет. Также при использовании когнитивных карт используйте намеренное искажение истории и смотрите, как реагирует на это человек. Например, он говорит, что он познакомился с товарищем в кафе. Задайте вопрос с намеренным изменением факта. Спросите, после того, как вы с ним познакомились в бизнес-центре, куда вы пошли? Если человек не заметит этого изменения и автоматически согласится с этим исправлением, то есть шанс заподозрить, что этот момент был им придуман. Если встретите еще противоречия по той теме, где заметили несостыковку, то уже можно с уверенностью делать вывод, что данная история выдумана, либо искажена. Лес, тебе позвонили с предложением. Написали. Хочу поделиться еще одной стратегией при поимке лжеца. Суть этой стратегии в том, что необходимо сразу оценивать слова подозреваемого и оценивать последующую эмоциональную реакцию. Данная методика подойдет больше, если вы находитесь в роли верификатора, то есть человека, который потенциально знает, что вы будете с ним общаться с целью обнаружить ложь. Но также может сработать и в бытовых ситуациях. Если человек вам солгал, и вы сообщаете, что поверили ему, то мы будем наблюдать одну из вариаций эмоций презрения, либо легкого отвращения. Как правило, это выражается в асимметрии лица и оттянутой улыбкой в сторону, что подсознательно говорит о внутреннем удовольствии, что у человека сработала ложь, ему удалось вас обмануть. Если же вы сообщаете, что поверили в его слова, ему не стоит беспокоиться, и при этом человек действительно вам не лгал, то на его лице мы будем наблюдать легкое удовлетворение, облегчение или легкую радость. В случае, если вы сообщаете человеку, что не верите его словам, и ему придется за них отвечать и за все, что он сделал, то в случае, если сказанное действительно было ложью, то мы будем наблюдать реакцию замирания, ограничение движений и эмоцию страха, либо совместно с фальшивым удивлением, которое, как правило, будет длиться более двух секунд. Если же вы сообщили, что не поверили всему сказанному, но человек в действительности сказал вам правду, то первое, что мы увидим, это искреннее удивление, которое длится менее двух секунд, лицевые мышцы лица расслаблены, когда брови приподнимаются, глаза расширяются и нижняя челюсть опускается. Затем это может перейти в негодование, возмущение и легкое проявление гнева, на несправедливость высказывания, которое на лице будет проявляться в сведенных бровях. Данные техники активно используются при корпоративных и криминальных проверках, нежели в бытовой жизни. И, конечно, не стоит делать однозначные выводы, опираясь только лишь на эти факторы. Нужно учитывать совокупность признаков, но уже использование этих способов повысит вашу вероятность обнаружения лжи в несколько раз. Если хотите узнать больше о признаках, способах обнаружения лжи и чтения человека, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Если нравятся такие видео, то ставьте пальцы вверх, напишите что-нибудь в комментарии и не забывайте делиться видео с друзьями. Ведь если я увижу вашу заинтересованность в материале, я непременно брошу все свои дела, чтобы сделать очередной выпуск для вас. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok